Меня зовут Павел, коллега Зелук Роман, механический специалист Центра Молодежного Самотвордничества СуперЛАП. Сегодня мы вам расскажем про Никола Тесла, человек, который изобрел 20-й год. Когда Никола Тесла поступает в Высшее Техническое Училище в Граце, в настоящее время это Градский Технический Университет, он начинает изучать электротехнику. Наблюдая за работой машины Грамма на лекциях по электротехнике, он приходит к мысли о несовершенствии машин постоянного тока. Однако его профессор Яков Пешик подвергает критике идеи перед тем курсом, прочитавшим ему лекции о неосуществимости использования переменного тока в электродвигте. В 1879 году Тесла устраивается преподавателем реальной гимназии в Госпиче, в котором он когда-то учился, но работа его там не устраивала, он зарабатывал достаточно мало денег. Поэтому в январе 1880 года он смог уехать в Прагу, где поступает Невософский факультет Пражского университета. Но так как у него не было работы и нет денег, он смог отучиться там только один семестр. До 1882 года Тесла работает инженером электрика в правительственной телеграфной компании в Будапеште, которая в то время занимается проведением телефонных и видений, строительством центральной телефонной станции. В феврале 1882 года Тесла придумала, как можно было его использовать в электродвигателе, явление, позже получившее название вращающегося электродвигателя магнитного поля. Работа в телеграфной компании не давала ему осуществить свои замыслы по созданию электродвигателя переменного тока. И в конце 1882 года он устраивается работать в континентальную компанию «Эхническая» в Париже. Одной из наиболее крупных работ было сооружение электростанции для железнодорожного вокзала в Стразбурге. В начале 1883 года компания направляет на полу в Стразбург для решения ряда рабочих проблем, возникших при монтаже осветительного оборудования новой же дистанции. Но в свободное время Тесла работала над заготовлением модели асинхронного электродвигателя. В 1883 году демонстрировала работу двигателя в Мэй-Стразбурге. И с ней 84 года работы на Стразбургской станции были закончены. Тесла возвращается в Париж, ожидая от компании премию в размере 25 тысяч долларов. Но попробовав получить их, он понял, что этих денег ему не видать. И оскорбленный уволился от компании. Далее, 6 июля 1884 года Никола переезжает в Нью-Йорк. Он устраивается на работу в компании Томаса Эдисона в качестве инженера по ремонту электродвигателей и генераторов постоянного тока. Дисон довольно плотно воспринимал его новые идеи и высказывал неодобрение в направлении личных к его изысканиям. В дизайне 1885 года Дисон пообещал Тесле 50 тысяч долларов, если у него получится конструктивно улучшить электрические машины постоянного тока, придуманные Дисоном. Никола активно взялся за эту работу и вскоре представил 24 разновидности этих машин. Новый коммутатор и регулятор значительно улучшали эксплуатационные характеристики. Одобрив все усовершенствования в ответ на вопросы вознаграждения, Дисон отказал Тесле, заметив, что иммигрант плохо понимает американский юмор и оскорбленный Тесле немедленно увольняться. Работа всего в год в компании Дисон, Тесле приобрел известный сделок круга. Узнав о его увольнении, группа электротехник предложила Николе организовать свою компанию, связанную с вопросами электрического освещения. Проекты Тесла по использованию переменных токов их не ободушевляли, тогда они изменили первоначальное предложение, ограничиваясь лишь предложением разработать проекты круговой лампы. Он занимался всем подряд, и рычем канав, спал где придется, делал что найдет. В этот период он подружился с находившимся в подобном же положении инженером Брауном, который смог уговорить нескольких своих знакомых, наказать небольшую финансовую поддержку Тесла. В апреле 1887 года, созданная на эти деньги Тесла R-White Company, начала заниматься обустройством уличного освещения, новыми диланными лампами. Вскоре перспективность компании была доказана большими заказами из многих городов США. Для самого изобретателя компания была лишь следствием к достижению заветной цели. Под офис своей компании в Нью-Йорке Тесла снял дом на 5-й авеню неподалеку от здания, где располагалась компания Edison. Между двумя компаниями развивалась острая конкурентная борьба, известная в Амирке под названием «Война в топов». В июле 1888 года известный американский промышленник Джордж Вестингалс. Буквел Теслу более 40 патентов, заплатив в среднем по 25 тысяч долларов за каждый. Сторонники теории заговора считают, что ЦРУ засекретила большую часть его разработки и до сих пор скрывает их от мировой научной общественности. В своей автобиографии Тесла описывает ряд необычных пристрастий, предубеждений и привычек, приобретенных им в юности. Он отдыхал примерно по 4 часа в день. Из них 2 часа уходило на размышления и только лишь 2 часа уходило на сон. Современное применение его идеи. Применный ток является основным способом передачи электроэнергии на большие расстояния. На основе его изобретений в настоящее время применяются различные электрогенераторы. Если Тесле удалось накачать импульс энергии так называемого эфира, гипотетическая среда, которая по научным представлениям в прошлых столетиях приписывалась роль переносчика электромагнитных воздействий. И эффектом резонанса, когда возможно он смог раскачать волну, и тогда должен был возникнуть разряд, мощностью сопоставимый с ядерным взрывом, в случае чего образовалась воронка. На этом моя часть лекции закончена. Дальше продолжит роман. Собственно, как уже было сказано, трансформатор Тесла – это одно из устройств, изобретённое величайшим учёным и коллой Теслы, приносящим его имя. Главное устройство использовалось самим и коллой Теслы для беспроводной передачи, радиосвязи, а также для радиоуправления. Катушка Тесла производит электромагнитное поле, благодаря которому Николай Тесл не передавал электричественное расстояние. Мы можем наблюдать то, как светится газ в лампе дневного света. В данном случае мы можем наблюдать, как происходит аудиомодуляция электрической любви. То есть электрический разряд воспроизводит излучение, влияние оков большой частоты на организм человека. Он также был первопроходцем в области скин-эффекта. Благодаря высокой частоте, которую производит катушка Тесла, мы получаем скин-эффект. И, собственно, поможем трогать разряды луками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Собственно, данное устройство изобреталось самим Николом Теслом для беспроводной передачи. У нас, получается, для беспроводной передачи нужна поднимающая катушка. Если они не будут в резонансе, а они не будут из-за того, что постоянно резонанс забивается, этот метод передачи не имеет смысла из-за низкого попадания.